Сегодня в администрации прошла очередная депутатская сессия. От нее ждали как минимум двух непростых решений по застройке Машгородка и повышению родительской платы за детские сады. Но что же получилось в итоге, смотрите в нашем следующем сюжете. Ситуация в области сложная, вы без меня знаете. Дефицит областного бюджета этого года на ближайшие три года он сохраняется и никаких оптимистичных вещей не предвидится. Поэтому у нас ситуация не лучшая будет в этом плане. У нас здесь конкретно кризис в Мясском городском округе уже наступил. Вот с таких далеко не самых хороших новостей глава администрации и началась очередная сессия депутатов. По одним только налоговым поступлениям в августе недосчитались 10 миллионов рублей. А в текущем месяце прогнозируется недополучение 45 миллионов рублей. Исходя из этого, говорить о каких-либо дополнительных расходах было уже не очень просто. Но из доходной части не все так просто. По мнению Виктора Ардобьевского, выходом из сложной ситуации была бы застройка микрорайона КАМ. Площадью порядка двух гектаров. С помощью этого можно было бы пополнить бюджет на 20 миллионов рублей. И дело уже кажется решенным, а вопрос по застройке даже не был включен в повестку дня. Я свободен. Свободен от обязательств перед будущими избирателями, прошлыми избирателями. Поэтому я могу говорить здесь совершенно откровенно, что эти шаги в условиях кризиса необходимо нам принять. Конечно, за каждым из вас стоят избиратели, вы с чем-то связаны. Но еще раз повторяю, если говорить о интересах города, в целом вот эти решения нужно принимать. После не самой приятной вступительной части депутаты перешли к повестке дня, на которой всеми ожидалось прежде всего два вопроса. Это застройка Машгородка и увеличение родительской платы о содержании детей в учреждениях дошкольного образования. И если первый в повестку дня включен не был, то во втором депутаты, похоже, запутались. В течение всей недели на различных комиссиях рассматривалось повышение оплаты. В итоге было принято решение выносить на голосование пропорциональное повышение как со стороны родителей, так и со стороны бюджета. Однако никакого экономического обоснования таким затратам из бюджета сделано не было. Из главы администрации согласовано тоже не было. Родительская плата повышается. Все. За счет каких источников, особенно за счет средств местного бюджета, предложения этого от администрации не было. И я не зря в самом начале сессии озвучил, что у нас АПС минус 10, СИДЯ минус 45, что будет дальше, вы можете прогнозировать, какие дополнительные доходы. О чем речь? В итоге депутатами было принято решение поднять родительскую плату на без малого 10 рублей в день. При этом норма обеспечения детей будет выполнена на 92%. Но и это еще не все. На следующей неделе пройдет согласительная комиссия, на которой принятые сегодня положения могут быть изменены. Андрей Данилов, Юрий Карпов, программа 24 МИАС. Продолжение следует...